В 13.06 Кирове начинается программа, которую трудно мне сегодня оформить в какое-то название. Мы ее так объединили под названием «Общим интервью», потому что не особое мнение, раз у нас предполагалось, что будут два гостя. Во-первых, меня зовут Светлана Занько, и мы такие с колес, и я и мой гость сейчас практически напротив. Напротив меня вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. И мы ожидали, что в нашей дружной компании будет еще и защитник прав предпринимательских Андрей Вавилов, но он на подъезде тоже к городу, и если он успеет, он сюда зайдет, и если он не успеет, то мы будем связываться с ним по телефону. Потому что мы собирались сегодня говорить о том, что ставку по налогу на имущество для торговых центров хотят увеличить до 2%, и скорее всего увеличат. И Андрей Николаевич говорил, что огромное количество поступило к нему сообщений, заявлений, просьб, криков о помощи от предпринимателей. Но поскольку его здесь нет, давайте мы дадим ему 15-20 минут на подъезд сюда, к нашей студии, чтобы попытаться и с ним тоже поговорить. А с вами, Андрей Николаевич, начнем с другой темы. Начнем с того, что Кировская область очень активизировалась в каких-то своих внешних связях, внешних рынках, как ближних, так и дальних. На прошлой неделе здесь по этому поводу держал слово Алексей Александрович Вершинин, зам. предправительства и человек, который возглавляет Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей. Он как раз говорил о том, какие итоги и какие выводы для себя сделало правительство Кировской области, с дней Кировской области там и сям. Говорил о том, что на этой неделе, вот уже на текущей, будут однородованные результаты этих выездов. Но в целом, подводя итоги, он такой показал, что вектор у нас направления правильный, и что договор мы заключаем, и что Кировская область не безинтересна нашим коллегам на ближних и дальних рубежах. Но, честно говоря, все равно такое ощущение, что, особенно после того, как я вот сейчас вернулась из Воронежа, что мне очень странно, чем Кировская область действительно может так сильно быть интересна на дальних и ближних рубежах. Потому что, кого не спроси, что такое Кировская область, до сих пор говорят, вот знаете, как из советского детства. Военная промышленность. И все. А нет. Ну, собственно говоря, в том и есть одна из задач, которую решает и правительство области, и торговая промышленная палата, которая помогает в организации этих выездов. Это как раз новое позиционирование региона с точки зрения его потенциала. Если начать сначала, то я думаю, что главный вывод, который сделало правительство, это все-таки необходимость уделения достаточного внимания этой теме. И мы очень рады, что, собственно говоря, это было оформлено даже в решении в виде наделения этими полномочиями в министерстве. Потому что практически около двух лет, скажем так, в правительстве области не было структуры ответственности за международное и международное сотрудничество. В свое время было соответствующее управление, потом оно было упразднено, и этими функциями был наделен департамент экономического развития. Ну, для него они были, так скажем так, не совсем профильными. Мы неоднократно об этом говорили, потому что наш внутренний рынок... Мы это торговая промышленность. Торговая промышленность, да. Им надо уделять серьезное внимание, потому что мы видим по членам палаты, по нашим предприятиям, производителям, что кировского рынка им недостаточно. Его просто недостаточно, учитывая активные действия на нем других производителей из других регионов, он для них еще больше сужается. И без экспансии на другие рынки говорить о каком-либо развитии потенциала экономического региона нельзя. Мы рады, что наши, в конце концов, воззвания были услышаны. Структура сейчас там создана, есть ответственная, и началась действительно очень активная деятельность в этом направлении. То есть только за этот год мы должны будем съездить полноценно в три региона. Два мы уже посетили. Это Пермь в июне и Нижний Новгород, как-то сказали. В сентябре. И вот сейчас идет подготовка к выезду в Удмуртию, в Ужерск, запланированного предварительно на 12 октября. Это помимо рабочих поездок и губернатора, и деловых делегаций, и с деловыми миссиями. В частности, на начало следующей недели планируется поездка в Крым. И там тоже есть бизнес-составляющая. Кстати говоря, поездка в Крым, о которой тоже Алексей Вершинин говорил, она все-таки кем инициирована? Больше предпринимателями? Или это такой вот тренд, и все сейчас регионы российские в Крым так или иначе наведываются с той или иной регулярностью? Ну, это, конечно, в большей степени пока еще политический шаг подписания соглашения между регионами, официальный визит, потому что говорить о конкретной заинтересованности наших предприятий в поставках какой-либо продукции пока сложно. Потому что, ну, давайте правде в глаза посмотрим, я об этом говорил в прошлом году, Крым избалован вниманием других регионов, избалован теми предложениями, которые к ним сыпятся. И в этом смысле нам, конечно, сложно предложить что-то особо выдающее, что и привлекло бы их внимание. В некотором смысле Крым интересен нам самим, с точки зрения, ну, не закрыта, насколько мне известно, все-таки тема о приобретении или там решении вопросов по собственному лагерю для детского отдыха Кировской области. Да, но это мало касается предпринимателей, наверное, сегодня. Предприниматели, да, но давайте, ну, такие визиты, они всегда идут по некоторым, по нескольким направлениям. То есть это не только бизнес, а также точно, как мы ездили и в Перми, в Нижний, помимо, собственно говоря, деловой составляющей, бизнес-миссии, биржи деловых контактов, идет целый ряд контактов по линии профильных министерств и различных направлений деятельности, начиная от социальной поддержки населения, где обмениваются опытом работы по этому направлению органы власти, заканчивая встречами, в том числе, например, между общественными палатами. Вот интересно все-таки, Алексей Вершинин говорил, что посмотрим, какое количество, я цитирую сейчас по нашему сайту, посмотрим, какое количество предпринимателей с собой берем, 10 или 20, это насчет поездки в Крым. Для них организуем биржу контактов с теми, кто им интересен по бизнесу, например, по направлению поставки леса, вина и фруктов. Как-то это все смешалось, я так понимаю, все-таки лес туда, а вину и фруктов оттуда, что неплохо было, потому что, вот я еще раз, к Воронежу там яблоки, извиняюсь, по 25 рублей килограмм, в то время как у нас, сами знаете. 10 или 20 предпринимателей, но, во-первых, я так понимаю, что люди едут за свой счет, вот кому интересно, те едут, правильно? Во-вторых, все-таки кто поедет, кого вы знаете? Ну, на данный момент вряд ли речь идет о 20 предприятиях. Тот список, который рабочий, я видел там порядка 10 как раз, это в том, ну, производители пищевой продукции из Кировской области и промышленные предприятия Tech Enterprises, например, которые производят кухонные плиты. Но, вот сейчас как раз идет процесс, скажем так, сбора информации о тех предприятиях, которые могли бы нас встретить там. Потому что наши предприятия совершенно верно едут за свой счет, и поэтому они говорят, что нам нужна определенная гарантия того, что мы встретим там партнеров. Мы сейчас по линии торгово-промышленной палаты Крыма в том числе прорабатываем этот вопрос, хотя, конечно, ну, такого ажиотажного внимания с их стороны, скажем прямо, не наблюдается. Они, наверное, и подустали вообще от этих партнеров? Ну, они, с одной стороны, избалованы этим вниманием, а с другой стороны, это внимание конкретной экономикой пока не подкреплено. Потому что многие очень приезжают, многим что-то хочется, но вот реальных денег, что называется, кроме бюджетных вливаний, они пока не видят. Мы с коллегами из ТПП общаемся по этому поводу, поэтому действительно они говорят, что мы каждую неделю практически кого-то принимаем, собираем свои предприятия, отрываем их от работы, а на выходе, в общем, как бы, ну, конкретики не так много. Поэтому сейчас идет процесс формирования делегации, предприятия определяются, кто поедет, кто нет. Мы со своей стороны по линии торгово-промышленной палаты стараемся, учитывая хорошие контакты нашего президента с председателем ТПП Крыма. Президента нашей торгово-промышленной палаты. Да, мы стараемся сейчас подобрать те предприятия, которые могут быть нам интересны. Да, ну вот последнее сообщение насчет Крыма, что касается продуктов, например, да, вы, наверное, тоже в новостной ленте читали, что буквально за ближайшую неделю, дней 10, в очень короткие сроки, планируется полностью прекратить поставки украинских продуктов в Крым и полностью заместить их российскими. С точки зрения возможности размещения нашей продукции, продукции наших предприятий, это, наверное, было бы интересно. В этом списке, о котором вы сказали, в котором сейчас 10 предприятий, есть такие предприятия? Есть. А что? Молочка, мясная продукция? Есть заявлено Вятка Биопром, есть заявлено Холдинг Дороничи, в том числе с фудзаводом, с их продукцией, по-моему, Холдинг Здраво еще. Так. Ну, сейчас вот, то есть, кто-то дополнительно заявляется, кто-то там пока берет тайм-аут, то есть, я бы не стал пока говорить конкретно. Но тоже им задачи эти конкретно не поставлены, и в Торгово-промышленную палату Кировской области тоже сверху, откуда-нибудь из федерального центра, не поступали разнорядки, что, друзья, вот такое-то количество продуктов, например, в Крыму должно продаваться. У нас все-таки пока еще не плановая экономика, это периодически наблюдается. А иногда даже кажется, что неплохо быть частями. Да, многие ностальгируют, собственно говоря, по тем временам, когда она была таковой, и в этом есть определенное здравое зерно. Но я думаю, что все-таки здесь, с точки зрения интересов и предприятий, и потребителей, конкурентная среда должна сохраниться. Я могу вам сказать на примере тех же самых поездок в Пермь и в Нижний. Да. Вот предприятия иногда непредсказуемо даже находят себе партнеров, контакты, когда, казалось бы, уже особого интереса нет. Причем, ну, в серьезной, в значительной степени это зависит от того, насколько умеют работать предприятия вот в таких форматах, которые мы им предлагаем. То есть, если бы вернуться к разговору по Нижнему, то кто бы мог подумать, что там в Нижнем, там, наш пивзавод Вятич еще там не до конца отработал местные сбытовые сети. Уж казалось, там, в соседнем регионе все было протоптано, что называется. Они, по-моему, как раз с контрактами приехали. Да, они заключили контракт с одной из местных торговых сетей, более двухсотных, там, торговых точек, поэтому для них, там, результат хороший и положительный. Они с классом поехали. Естественно. Ну, мы теперь куда бы ни приезжали, нас везде первым вопросом встречают, где же ваш знаменитый ГБАС, поэтому с этой точки зрения регион стал известен все-таки еще и таким образом. И не все предприятия еще научились так делать. Есть предприятия, которые как раз, вот, там, мечтали бы о плановой экономике, о том, что пришла же заразнарядка, там, отгрузили продукцию, получили деньги, и все хорошо. Мы стараемся их учить. И через семинары, и через прямо практическую работу на выставке. Андрей Леонидович, 20 лет учите. И все еще не научились? Все еще есть предприятия, и даже, там, практически целые отрасли, которые, ну, не перестроились. Пока они все у своей специфики живут в не самом конкурентном рынке. Например? Ну, так скажем, с точки зрения пожелания повышения эффективности своей работы в адрес наших санаториев. Ага. Вот эта сфера, которая, в принципе, в Кировской области, там, интересна и привлекательна, ну, как бы, но... Вот привыкнув жить на таком определенном госзаказе по линии, там, соцстрахования, еще каким-то, да, они вот до конца в рынок еще не встроились, потому что... Да им это и не нужно. Зачем? Северяне едут и прекрасно северят. Ну, я боюсь, что в условиях сокращающихся бюджетов начнутся, в общем, проблемы с финансированием этих направлений. Им надо будет выходить на самостоятельный рынок. Мы стараемся им помогать. Мы видим, там, потенциал, мы видим интерес со стороны других регионов. Но пока столь же эффективно и качественно, как, например, наша пищевка работает, да, которая уже давно живет в этих конкурентах в условиях, ну, им еще есть чему поучиться. Я надеюсь, что мы вместе с ними будем это делать. Ну, хорошо. Поэтому видите, насколько разные потенциалы мы представляем в других регионах. А Кировской области сложно сражаться за партнеров в конкурентной вот этой среде, когда у нас есть развитые, гораздо более развитые регионы? Ну, не просто, конечно, потому что все-таки-то речь всегда идет о достаточно конкретных вещах. Условия поставки, деньги, сроки, гарантии. Ну, могу сказать, что мы, может быть, здесь благодаря своей активности определенную фору имеем, потому что, например, на Нижегородском международном форуме, на котором мы были, наш стенд и наша активность так там удивила Шанцева, что он несколько раз об этом сказал в интервью и даже на открытии форума. Это губернатор Нижегородской области, потому что своими ограниченными ресурсами, прямо скажем, мы вынуждены пользоваться максимально эффективно. Знаете, как в поговорке, да, ничто так не развивает креативность, как отрезание нолика от бюджета, так и у нас. За достаточно небольшие деньги мы умудрились на форуме в Нижнем Ногороде выступить как главный регион из всех там 30 присутствующих. А что изменилось? Почему вдруг так смогли себя презентовать? Потому что, ну, я не на многих выставках бывала, но то, что я видела пару лет назад, ну, это даже не скромно, это было просто... Изменилось отношение со стороны правительства. То есть, я говорю, вот этот период двух лет... То есть правильного человека поставили во главе блока? Заинтересованного. Заинтересованного, замотивированного и активного. Мы сейчас и Вершинин. Ну, и Вершинин, и Павел Николаевич Вануфриев, в чьих там полномочиях достаточно большой объем вопросов. То есть мы видим, что принимаются наши предложения, мы видим заинтересованность, видим готовность там чего-то добиваться. В этом смысле немногие регионы так себя ведут. То есть, правильно ли я вас понимаю, что недостаточно активных и передовых руководителей бизнесов, там, предприятий каких-то, бизнесов, да, обязательно должен быть какой-то руководитель в правительстве, который тоже будет на одной волне и будет продвигать. Вот это мне очень странно, потому что если мы говорим о рыночной экономике, то вроде как сами бизнесмены должны этим заниматься. Нет, несомненно. И сами бизнесмены этим занимаются. Большинство результатов достигается там не на выставках, а либо до, либо после в процессе переговоров. Здесь важен вопрос такого политического присутствия. Вот хочу понять, почему это политическое присутствие так необходимо бизнесменам, если они сами, когда говорите, большинство вопросов решают. Вы сказали, что последние два года мы стучались в двери правительства, мы опросили, предлагали, говорили, вот теперь они повернулись к нам лицом и, по крайней мере, поняли, что мы хотим и действуют с нами в одном направлении. Зачем нужен этот политический ресурс в вопросах бизнеса? Ну, смотрите. Несмотря на то, что Российская Федерация единое правовое и государственное пространство, регионы все-таки определенный лоббизм собственных интересов всегда в них присутствуют. Так же, как у нас есть программа ПП Павятская, так же и в Нижегородской области есть программа ПП ПП Павятская, и в других есть другая. Политическая декларация сотрудничества между регионами на уровне губернаторов помогает бизнесу установить контакт с точки зрения поставок своих продукций. Как это происходит? Приходит Иван Иванович говорит, слушай, давай заключать контракт, наши губернаторы вон договорились, они дружат, смотри, они встретились в Нижнем Новгороде, пожали друг другу руки, и что теперь контракт? Бывает немножко по-другому, наоборот. Вот если этого нет, то ты приходишь и говоришь, Иван Иванович, бери мою замечательную продукцию, он говорит, слушай, мне из администрации губернатора потом позвонят и скажут, что нехорошо торговать неместным. А когда есть такая политическая декларация, о которой мы говорим, на нее совершенно спокойно можно ссоваться, и говорит, мы уже сами сказали, что мы дружим с Кировом, поэтому я с ними работаю. Вот как, да. Но мы живем в России, поэтому здесь присутствуют подобные нюансы. Регионы лоббируют свои интересы, мы с этим сталкиваемся постоянно, и нам это дают понять. И поверьте, не сказать, что горят желаниям нас принять. И в этом смысле тоже наша активность и настойчивость в правительстве, начиная с губернатора и всех сотрудников, помогает определенные вопросы решать, потому что без особого желания нас, скажем так, встречают в других регионах. Вот это, кстати, интересно. Вы в Мурте собираетесь, да? Тоже с днями Кировской области. Вот с форумом Воронежной, которым я только что была, тоже беседовала со своими коллегами из города Глазово, которые мне сказали, что в свое время практически все полки магазинов глазовских были заполнены нашими молочными продуктами, керочепецкими причем, а теперь их активно вытесняют наши глазовские, и они вкуснее, и они интереснее упакованные, и они там разнообразнее, и мы их предпочитаем теперь покупать. Не из-за того, что программу покупает Глазовская или Удмуртская, а из-за того, что просто сам продукт рукой. Так что, я не знаю, успехов вам, конечно, в Удмуртской. Хорошая и правильная конкуренция, потому что если бы в Глазове не было в свое время чепецких продуктов, может быть, их продукты и не стали бы столь хороши. А, ну, вы патриот настоящий, да, здорово, конечно. Ну, вот я не знаю, на самом деле, мне не пишет сейчас ничего наш редактор по поводу прибытия или неприбытия господина Вавилова, но, тем не менее, нельзя обойти этот вопрос стороной, который мы собирались поднять. Вопрос касается реализации изменений, вносимых в закон Кировской области о налоге на имущество организаций в Кировской области. Я официально должна была название произнести, а сейчас о чем идет речь. Речь идет о повышении налоговой ставки, которая теперь будет рассчитываться от кадастровой стоимости помещений торговых и жилых. Давайте сразу будем разбираться с самого начала. Речь о повышении ставки не идет. Речь идет о том, что изменится база для расчета налога. И будет повышаться ставка? Нет. В настоящий момент налог на имущество рассчитывается, исходя из остаточной балансовой стоимости. То есть, имущество ставится на балансовый учет предприятия, амортизируется, его балансовая стоимость постепенно снижается. И вот с этой стоимостью в настоящее время предприятие платит налог на имущество по ставке 2,2%. В 2013 году в Налоговый кодекс Российской Федерации были вынесены изменения, согласно которым налоговой базой для расчета налога на имущество постепенно становится не балансовая остаточная стоимость, а кадастровая. Которая выше, чем балансовая? Которая выше, ну когда как. Есть на самом деле прецеденты, когда кадастровая стоимость ниже, чем балансовая. Но давайте все-таки будем говорить, что это факт, в большинстве случаев выше, потому что кадастровая стоимость, по идее, должна отражать рыночную оценку стоимости имущества. К сожалению, тоже это не всегда происходит. В большинстве регионов Российской Федерации данные законы были приняты в соответствии с Налоговым кодексом России. У нас сейчас разработан законопроект, который должен будет быть 24 числа вынесен на заседание законодательного собрания. Согласно которому для объектов торговой и офисной административной недвижимости проще или свыше тысячи квадратных метров, с 2016 года вводится налог на имущество в размере 1% от кадастровой стоимости. С 2017 года ставка повышается до 1,5% и с 2018 года до 2%. Это уже в ближайший четверг. Это в ближайший четверг должен будет быть внесен на заседание законодательного собрания. Мы действительно, как и Андрей Николаевич, получили массу негативных отзывов и обращений предпринимателей, связанных с введением этого закона. Начиная от эмоциональных, которые, собственно говоря, базируются на том, что еще в декабре, насколько я помню, прошлого года, Владимир Владимирович Путин в своем слышании объявил о том, что на 4 года объявляется полный мопаторий на изменения каких-либо налоговых ставок. Я лично присутствовал на этом послании, помню эти искренние аплодисменты, которыми взорвался зал, потому что это то, о чем предприниматели говорят давно и упорно, что не столь важны сами условия, сколько важна стабильность, потому что налоговая система очень нестабильная. Ну вот теперь. Теперь формально налог не увеличивается, не меняется, но меняется база для его расчета, значит, и предприниматели это вызывают вопрос, собственно говоря, почему для них фактически увеличивается объем налоговых платежей. Вот. То есть, все-таки объем налоговых платежей увеличивается. Увеличивается, да. Понятно, на что это направлено, да, потому что ожидается, что бюджеты, консолидированный бюджет области может получить дополнительно 52,5 миллиона рублей, то есть понятно, что платить будет больше. Это какие бы цифры, в каких бы цифрах налог не измерялся, предпринимателю ясно, что с них будут драть, извините. Да? Или не согласны? Есть объекты, по которым рост платежа составит до 150 раз. И? Ну, опять же, начнем с предыстории, вернее, предпредыстория. А я предлагаю вот что сейчас сделать. Я вижу, что Андрей Николаевич входит в студию. Мы сейчас прервемся на рекламу чуть пораньше. После чего, Андрей Николаевич, добрый день. После чего мы как раз об этом поговорим, оставшуюся часть нашей программы. Мы уже в эфире. Как я и сказала, Андрей Вавилов, да, выключайте телефон, он на студии. Это понятно уже по телефону, прямо с колес сюда. Мы говорим о том, что в ближайший четверг на заседание законодательного собрания Кировской области вполне возможно будет принято увеличение налоговой ставки до 2% в 2018 году на административно-деловые и торговые помещения площадью свыше 1000 квадратных метров. Сегодняшний, еще раз напоминаю, эфир был спровоцирован как раз звонком Андрея Николаевича мне на прошлой неделе. Я была в командировке, и он сказал, что очень много сообщений поступило от бизнесменов, которые возмущены, не понимают, страдают. Они как раз не возмещены. Я подождите, сейчас только скажу, что... Вы слушали наш эфир, да? Конечно, конечно. Когда вы знаете, что Агусенко сказал, что формально о повышении ставки нет, он рассказал про кадастровую стоимость, и про то, как она раньше рассчитывалась, и про чаяние бизнесменов, которые аплодировали Путину, обещавшему не повышать налог. Ну, я от себя только добавлю, что отчитывались в августе-сентябре городские чиновники, которые сказали, что у нас половина площадей в торговых центрах пустует и сейчас. Вот когда это все вместе складывается, создается впечатление, что повышением вот таким налога бизнес, который построен на торговых площадях, он просто разрушается. Нет? Дело в том, что не весь бизнес построен на торговых площадях, через бизнесы на своих площадях оказывают, продают продукцию и торгуют. Поэтому все-таки, смотрите, налог действительно для кого-то он вообще новый. Малый бизнес в форме ООО, упрощенной схемы налогообложения, налог на имущество и никогда не платим. Нет, давайте мы сейчас не так, Андрей Борисович. Я вам дам одно шансо и хлебнуть чай, который сейчас Аня Лапшона принесла наш редактор. Давайте так, правительство ожидает в лице Береснева Романа Александровича, которым Никита Юрьевич Белых, наш губернатор, поручил этот закон разработать и провести, да, они ожидают, что в этот четверг на заседании Законодательного собрания Кировской области все-таки законопроект будет принят и нас ожидает изменение ставок по налогу, расчет от кадастровой стоимости и так далее. Они рады, потому что бюджет будет пополняться. Хотя, по оценкам экспертов, 52,5 миллиона рублей это не так много, но тем не менее, бюджет будет пополняться. Во-первых, не так много, во-вторых, неизвестно получит они их все-таки, потому что... Да, давайте четко о проблеме тогда. Четко о проблеме. Мы с Андреем Леонидовичем и еще другие представители бизнеса участвовали в рабочей группе, и наше предложение было ввести такой процент, такую ставку, которая бы изначально не привел в среднем для поднятия. Мы называли ее расчетным, мы считали, обосновывали 0,7. Нас не совсем услышали. 0,7 для каких площадей? От 2000 квадратных. Хотя, если проанализировать законы других регионов, есть и 10 тысяч, и 5 тысяч, 3 тысячи, у многих 3 тысячи, кстати. Поэтому, вот, сегодня, на самом деле, так как завтра и послезавтра пройдут два комитета, а послезавтра будет заседание ЗС, у меня предложение к депутатам, я сегодня комитетов и законодательного собрания, я сегодня его, в принципе, уже заслали, у меня аппарат, это первое, либо действительно, пока законопроект отложить, потому что мы поизучали списки, когда вот мы, нам сказали, что будет создан реестр, в этом реестре даже находится государственное здание, которое, возможно, тоже будет отополагаться, то есть сегодня мы не готовы к принятию закона, это первое. Если все-таки, но с другой стороны, если уже решено и деньги, как говорят, посчитаны, прилагается какой-то компромиссный вариант, не 0,7 ставка, вообще бы настоял бы на 0,5, такая, не то чтобы красивая цифра. Андрей Леонидович. И не... Ну, не говорит ничего, но головой вроде бы делает движение... Не от двух тысяч, а хотя бы от трех тысяч квадратных метров для того, чтобы нам научиться все-таки считать и правильно считать этот налог. Для многих предприятий он дополнительный, и поэтому поступления в бюджет при любой схеме они будут. И как раз мы-то настаивали на то, чтобы в первый год все отрегулировать. Мало того, ну, все мы знаем, что Владимир Владимирович Путин сказал, что бюджет мы на три года не формируем уже, а на один год только предложение. Второе – это налог установить на 2016 год, а 2017-2018 все вот там возможные его увеличения пока не рассматривать. Посмотреть, насколько эффективно, насколько целесообразно и к чему это приведет. Потому что все мы знаем, что ИК-2 увеличился для бизнеса, это вмененный налог с квадратных метров, это пенсионные взносы для принимательства. Не буду все перечислять. Мы каждый год додавливаем бизнес какими-то новыми введениями. Хотя вообще сама по себе парадигма не увеличения налогов была еще сформулирована в 2002-2003 годе. Ну и забудьте, что было тогда. Давайте я сформулирую все-таки ряд основных претензий и принимателей, которые, собственно говоря, к этому закону. Первое. Сам факт перехода на кадастровую оценку сталкивается с проблемой этой самой кадастровой оценки, которая была в свое время проведена очень… вызывает сомнение качества этого проведения, потому что кадастровая оценка объектов зачастую проводилась неизвестными компаниями без выезда, без оценки. И есть прецеденты, когда площади на окраине города оказываются по стоимости больше, чем те же самые площади в центре города. Поэтому качество кадастровой оценки очень низко. Более того, это признает и само государство. Буквально на прошлой неделе в Госдуме начали обсуждать положение относительно того, чтобы ввести государственную оценку кадастровую с целью повышения ее качества. Если мы в этом случае принимаем этот налог, предприниматель не имеет возможности задним числом потом эту кадастровую оценку пересчитать. Он должен ее сразу же начинать платить с 2016 года. Мы поэтому и предлагали сделать ставку налога на 2016 год, соответствующий тому уровню налогообложения, который был до принятия закона. Мы примерно взяли цифры, прикинули, и этому соответствует ставка 0,7%. Соответственно, государство получит тот же объем налоговых платежей, плюс оно получит платежи с тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения. Собственно говоря, закон и возник оттуда, что из того, что в Москве и в крупных городах многие большие серьезные объекты недвижимости были раздроблены на упрощенной юрлицы на упрощенке и не платили налог на имущество, что вызывало возмущение государственных чиновников. Либо вообще принадлежали частным лицам. Либо на частных лицах. Теперь будут платить все. Поэтому мы говорим, что при введении этого закона необходимо ограничиться небольшим перечнем объектов. Мы предлагали действительно от двух или от трех тысяч квадратных метров. Таких объектов по региону у нас будет порядка 50 в общей сложности сформировать согласительную комиссию, которая будет в досудебном порядке рассматривать претензии либо госоргана, либо предпринимателя. Такой пример есть в Москве. Эта согласительная комиссия очень успешно работает, когда объект попадает в реестр не только по формальным признакам, как он записан. Он должен действительно использоваться для этого. Если у вас производственное помещение, но при этом вы торгуете, вы попадете в реестр. Или если у вас торговое помещение, но вы там занимаетесь производством, вы не должны в него попасть. Вот чтобы отработать все эти детали, нюансы, чтобы дать время на приведение в порядок кадастровой оценки, которая реально зачастую либо завышена, либо занижена, не соответствует рыночной, мы предлагали вот этот переходный период. С регрессивной шкалой ставок, вернее, с регрессивной шкалой площадей, начиная, например, от трех тысяч, потом две тысячи, потом тысяча. Теоретически, если мы говорим о конкурентной среде, необходимо тогда подобные требования распространять на весь спектр объектов недвижимости. Вне зависимости от площадей. В идеале, да. Все должны находиться в одинаковом положении, потому что разница между торговым помещением в 900 метров и в 1100 невелика. А по факту они могут оказаться совершенно в разной конкурентной ситуации, когда в одного балансовая стоимость 0, и он платит налогов 0, а другой по кадастровой оценке рыночной платит очень серьезный цикл. Соответственно, регрессивная шкала площадей и прогрессивная шкала ставок. Начиная от 0,7 и с постепенным повышением на 0,2-0,3%. Ваши предложения официально как-то оформлены и куда-то переданы? Наши предложения были сформулированы в рамках рабочей группы. Они были услышаны в части снижения ставки на 2016 год до 1%, потому что изначально предполагалось с законопроектом сразу же с 2016 года 2% введения. По нашим оценкам, когда мы смотрели, для значительного количества бизнеса это означало бы просто прекращение деятельности. Потому что и у меня, и у Андрея Николаевича есть конкретные примеры предприятий, которые будут не в состоянии выплачивать тот налог, который будет им выставлен государством. В частности, есть торговые центры, работающие по сезонному принципу. Законопроект этого никоим образом не учитывает. Есть ситуация в целом в экономике, и это тоже вызывает массу вопросов, когда идет снижение объемов оборотов торговли, идет действительно высвобождение массы пощадей, идет снижение арендных ставок, и в этот момент государство в противовход начинает увеличивать фактический налог. Поэтому нам не удалось полноценно свои предложения имплементировать в закон в рамках рабочей группы. Мы, спасибо, договорились с ЗАГС Собранием о том, что в рамках обоих комитетов, которые будут рассматривать, это комитет по бюджету и комитет по предпринимательству, завтра и послезавтра, как Андрей сказал, мы эти свои предложения будем доносить уже депутатам. Вы вдвоем будете на этих комитетах, или как-то вы поделитесь в представлении, кто будет? Мы вдвоем пойдем. Вдвоем пойдете биться, да? Есть ли у нас перспективы по этому вопросу на комитетах? Вы прощупывали ситуацию, что думают депутаты по этому? Из моего общения с спикером законодательного собрания, с руководителями комитетов, руководитель комитета по бюджету ситуацию знает хорошо, это, собственно говоря, они одни из инициаторов и участников рабочей группы. Но в целом у меня сложилось впечатление, что депутатский корпус последствия не до конца себе представляет, потому что законопроект, собственно говоря, внесен правительством и пояснительная записка не содержит того объема информации, который готовы предоставить нам. Я бы коснулся еще малого бизнеса. Андрей Лавинович. Потому что законопроекте, все здания, которые имеют тысячи квадратных метров, встроенные, пристроенные магазины, на первых этажах даже небольшого дома, в который общая площадь здания более тысячи метров, попадает, то есть эти магазины должны будут платить этот миллионный налог, дополнительный налог. То есть весь малый бизнес попадает сегодня в дополнительные опять налоги. Уже, наверное, скоро пора заканчивать всем малым бизнесом работать. Просто это нельзя так каждый год что-то увеличить. Ну нельзя. Невозможно. Андрей Николаевич, Вы верите, что в течение ближайших двух комитетов, буквально у Вас осталось три дня, Вы можете каким-то образом переубедить депутатов, потому что вот Усенки сейчас сказал, что они не до конца понимают. Неужели они осознают за два комитета, если не осознали и ничего не слышали? Мы покажем на цифрах. У нас же есть расчеты, есть цифры. Комитеты еще, наверное, не обсуждали, наверное. Мы надеемся, что нас услышат, первое. Второе, они не услышат, значит... Куда дальше? АЗС еще есть, в конце концов. АЗС четверг? Есть само пленарное заседание. Да, есть пленарное заседание. Вы планируете там выступить? Если по регламенту допускается, я просто не изучаю. Если дадут микрофон, то выступим. Может быть, у вас есть какой-то спикер, рупор по законодательному собранию через Коломашку? Ну вот мы... Я думаю, что мы за эти два дня кого-то найдем. Единственное, что... Мы надеемся, что нас услышат. Осталось полминуты. Вывод. Если законопроект в четверг будет принят, что произойдет? Какие у вас прогнозы? Тот самый горячо любимый инвест-климат в Кировской области значительно ухудшится. Да, и наши условия... Так вот мягко. Условия закона в Кировской области почему-то всегда хуже, чем в соседних регионах. Нельзя так жить. Нельзя. Нельзя такие законы принимать. Давайте пожуще. Что произойдет? Что значит ухудшится инвестиционный киров? Часть капитала уйдет. Бизнес будет продавать торговые центры и уходить из региона. Короткий ответ. Торговые центры будут закрываться, и цены на товары в них будут расти. Спасибо за такой прогноз. Андрей Усенко, вице-президент Авиатской торгово-промышленной палаты, и Андрей Вавилов, полномочный по защите прав предпринимателей. Спасибо за эфир. Слава Богу, он состоялся. Главное, что хотели сказать, не сказали. Программа вела Светлана Занько. До новых встреч. Продолжение следует.